Итак, всем привет, с вами Долгая, продолжаем играть за Ченжлингов. Теперь-то у нас Ченжлингия, ничего себе. И в прошлой серии мы уже добили Эквестрию, добили Екестан, теперь там у нас везде протектораты. Будем мы теперь заниматься вот этими фокусами прекрасными по подавлению сопротивления и интеграции, собственно говоря, пони в наше общество. Будем сейчас мы пока что, наверное, сюда выходить, потом, скорее всего, сделаем ОБВ и куда-нибудь вот сюда, наверное, обратили. Ну, что-то сейчас будем смотреть, что нам здесь поинтереснее. Поехали. Кстати, у нас вот этот вот фельдмаршал, а именно Триммель, стал главой государства, поэтому он ехал. И вот этот парень тоже Ларинкс, Ларинкс, тоже был генерал, он тоже уехал. Давайте допущим вот эти вот все войска, и можно будет, так и говоря, наши легкие танки уже переделать в средние полноценно. Пускай у нас будет все на средних, почему бы нет. Тоже пускай обучаются, и будем мы, наверное, знаете, пока что там воевать вряд ли нам понадобится долгое время, но будем мы уже входить сразу в лайк-гейм техи, а именно, сейчас мы сделаем вот эти вот техи ради национальных этих мэн-пауэра, да? Стоит все полезно будет. Затем мы пойдем в механизированные войска, магическое снаряжение, и уже будем выходить в средние танки. Будем делать самое другое, что только можно. Плюс, конечно же, будут у нас бомбардировщики, и здесь самолетики. Поскольку у нас уже противника в ближайшее время нет, а поэтому можем долго и усердно делать самое лучшее, пока здесь гиганты сталкиваются в войнах. И, кстати говоря, помните, я говорил, что у Аквелия есть шансы? И они реализовали свои шансы? Среди на то, что у Грифонов больше дивизий, все. Фабрики зарешали, Грифоны отступают. У них еще есть второй фронт, очень неприятный. Но, тем не менее, все равно, Грифоны, судя по всему, проиграли эту войну. И вот этот вентик у нас, видимо, который нужен для ценности жизни пони, поэтому давайте, возможно, будут считать равными. И мы берем себе прекрасный новый фокус. Следовали мы до уровня полиции, и давайте дальше еще в полицию идти, чтобы мэн пауэр экономить максимально на гарнизонах. У нас всего 248 тысяч. На них это не так уж и много, вполне себе могло быть больше. Наши шпионы, я замечу, работают очень активно на подавление. Можно их перебросить вот сюда, потому что там... Сейчас видите, вот эти вот неприятные дебафы. Поехали. И вот сюда, чтобы там тоже не сильно выросло. Ну и продолжаем по фокусам этим. Нам нужно побыстрее хотя бы какие-то кнопки понажимать. И вот оно. Империя Грифонов капитулирует. Аквелия победила. Еще что-то они, да, вы себя выделяют. Сделали на себе две марионетки. Ведину против нас вводит эмбарго. С этими ребятами мы дружить не сможем. С этими, на самом деле, тоже. Но тем не менее. Вопрос, сликнуться или схватки вот эти вот, ребята. Я подозреваю, нет. Но это не точно. Кстати говоря, здесь смотрите, превосходство имеет на самом деле. Большое. Я не вообще здесь все партии такие неуверенные. Но давайте посмотрим по фокусам. Союз либо собственный путь. А, я так понимаю, это на них напали, наверное. Аквелия объявит войну Аквелия. Круто. А что насчет... Ага, вот это, наверное, да? Оно. Или нет? Непонятно. Там есть какие-то депутаты, ужас. Какие-то фокусы на парламент. Да, если ты, так понимаю, потом может распасться их, что-то вот республика или что-то такое. Ну, что-то посмотрим сейчас, что там будет. Но хотелось бы мне увидеть еще схватку вот этих стран. Но я не думаю, что так получится. У них, скорее всего, нет фокусов на войну с друг с другом. А сами по себе они как бы не нажмут. Наверное. И вот он, парад Кодп. Кодп, не очень уверен, что это. И королева довольна. Мягкая копыта, если нет твердого. Забавно. Ну-ка, и у нас еще новый фокус. Игорь и фестралы. Ну-ка. Я просто его не смог найти до... Да, вот он, смотрите-ка, ночные игери. Давайте сделаем его. Почему бы нет? Я просто не знаю, что там вообще. И вот этот ивент. Сделал себе игорей из фестралов. Которые, верно, как бы типа не нам. Блин, вот я думаю, насколько это опасно. Просто я понимаю, что, ну, это же может быть ловушка на то, что это делать не надо. Тогда на что я потратил 70 дней? Ну, давайте исполним. Почему нет? Я же не потратил 70 дней просто в ничто. Вроде бы. Хотя все еще кажется да, потому что если это просто одна дивизия, то это, ну, пыль. Давайте-ка сделаем поселение колонии. Выглядит, как будто мы будем увеличивать и лески, вот эти вот, да, ресурсы. И, возможно, какое-то подчинение. Потому что там же теперь будет больше нашего населения. И параллельно мы идем в последние техи уже самолетов тоже. Можно даже здесь уже начать еще ядерку делать. Почему бы нет? И поставить сюда темпы ядерных исследований. Тоже нам пригодится, я думаю, в будущем. И смотрите-ка. Они восстали. И что я реально просто потерял 70 дней. Так, манифист судьбы мы еще сделали. Консолидация, оккупация. Блин, мне бы вот это что-то прожать. Наверное, ей было бы приятно. Эти фокусы давайте по этому поделаем. Надежда на то, что это вот именно вот эти сделаем. Потом уже будем подавлять. И да, просто нас затроллили. Нас просто затроллили. 150 палитки, 5 стабильности. И расформирована бригада. Просто нас реально затроллили, я не знаю. Нам предложили дать дивизию, либо потерять политику за 70 дней. Допустим. И нам даже за это ничего не дадут, да? Просто, просто затролка произошла быстрая. И вот этот ивентик от трибунала. Первый съезд трибунала. Они сделали военные преступления, да? Ну, конечно, они защищали адвокаты. Не были фарсом. Но вы что, какой фарс? Все абсолютно честно. Честное правосудие. Самое честное в мире. И вот здесь вот еще один ивентик. И вот здесь можно либо получить стадию подавления, либо плюс подчинения. И вот, ну... А если я нажму сюда, мне потом... Просто мне интересно, как здесь рассчитано все. Вы в любом случае получаете все пятерки или нет? Просто если нет, то вы же можете остаться с... Кстати, вот дебафом навсегда. Давайте все-таки пока не можем доверять. Я бы хотел все-таки потихоньку набирать здесь стадии. Оба-на-на, мы сделали кто-то следит за мной. И смотрите-ка. Плюс под сопротивление. Нормально. Плюс бафы к нашим, собственно говоря, аберрациям против сопротивления. И что мы хотим дальше? Вот мы где-то все хотим, да, сделать? Давайте начнем, пожалуй, вот отсюда. И смотрите-ка, у нас здесь ивентик, который рассказывает нам про лес. Даже если вы хотите, можно паузы их почитать полностью. И я так понимаю, что значит, что у нас скоро лес будет восставать. Значит, надо к этому готовиться уже. Да. И вот нам понадобится что? Нам понадобятся бомбардировщики. Стратегические и тактические в том числе, верно? Да. Значит, нам что? Надо сделать стратегические бомбардировщики. Давайте уже делать сразу последние, и поэтому их исследовать уже начнем. И в том числе средние. Пускай авиация будет последняя уже. Смотрите-ка, здесь сразу два ивента произошло. Вентиляция в ящике Мейерчестера. Сопротивление какое-то происходит. Окей. И вот она, железная лошадь. То есть пять общения в двух стритах всего лишь, но это не сильно. Не сильно-сильно. Но мы получили зато себе, вон, технологии бронепоезда. Вопрос это просто вот это? Нет. Это реально отдельно. То есть вот это вот, который дает... Минус-пять потеря генерации и скорость пополнения. Приятно. И продолжаем идти дальше. Что нам делать-то? Опа-на. И у нас сразу несколько ивентов происходит параллельно. Собирая лучших. Я так понимаю, мы... Да, собираем каких-то наших генов. И вот она ищет Лула Мун. Так, давайте получше внедрием все, пожалуй. Да, мы должны еще внедрять. Да, давайте внедрием все. Получше, а потом уже такое. Так, дальше винтик у нас в погоне за радугой. Так, ну, судя по всему, какая-то очень жесткая, важная цель, которую надо ликвидировать. Крафомании начинается вот в этой части игры очень много. Нужно как-то брать самое важное. И вот оно, берегись шквала. Так вот, мы готовимся убить разбойницу. Расходит невероятная битва в воздухе. И вот оно. Так, ну, зачем-то мне напоминает... Какое-то аниме, вот это все, да? Как здесь происходит битва. Раз как мог, и сейчас его должен кто-то спасти. Так, больше ресурсов. Ну-ка. И вот у нас винтик этот. Пожалуй, проникнуть в остальные части. Давайте не будем на самой Трикси. И продолжаем дальше по фокусам идти. Пожалуй, погасить звезду, наверное, да? Здесь, наверное, все надо. И вот винтик. Погасить путеводную звезду. Но лично не стоит. Давайте слишком рискованно лично это делать. Я уже понял, что Кризалис, когда что-то предлагает, надо отказывать. Ну, смотрите-ка, победа над сопротивлением. Отлично. Так, что насчет лидеров? Лидеры забежали. И сбежали они на восток. Окей. Без проблем. Плюс одно подавление. Все еще, блин, очень забалансировано. Но здесь нужно не забалансировано, здесь нужно что-то добить. Но непонятно, что из этого что дает. И смотрите-ка, у нас тут золотой чейнджелин Королевской Гвардии. Можно принять его просто. Ну нет, давайте испытательный срок дадим. Да. На испытательном сроке. Я думаю, что это понадежнее будет. А то эти ивенты внезапно могут сделать какую-нибудь фигню. И вот следующий ивентик. Меч и щит. Новые группы, они боевые, готовят. Чтобы локально подавлять восстание. Окей. Ух, мы подходим к концу же. Смотрите, вот это было бы полезно, да? Тогда с нам плюс подавление. Давайте это и сделаем. Скорее. Плюс какой-то там опять ивент будет. Может, закроет еще на единичку что-то. А вот, смотрите-ка. Дикий лес пошел. Настало время. Надо с ним сейчас будет срочно бороться. Что нам поделать остается? Ничего. Запротивление здесь небольшое. Но это потому, что у нас здесь военное положение стоит. К сожалению, из-за этого подчинение, скорее всего, не расстает особо, да? Да. Что если мы снизим вот сюда? Тайная полиция. Я думаю, здесь одинаковое минус сопротивления, поэтому давайте до тайной полиции. Есть еще, конечно же, комиссариат. Но здесь, видите, минус 25 всего лишь. Этого не хватит. И минус 35, скорее всего. Тихоич, почему военное положение вообще хватает? Потому что там минус 60. Вот это дает минус 40. Ну, плюс 40, как бы, да? Так что оно, в принципе, перекрывает частично. Вот это все еще не перекрывает. Все еще недостаточно. Даже несмотря на то, что мы вот здесь вот получаем дополнительную. Так. Да, мы получили консолидацию оккупации. Прекрасно. Но нужно идти в лес обязательно сейчас. Кризалис, я пришла договориться. У нас здесь есть налог, так называемый. Вот этот вот. Лилак, я так понимаю, да, здесь. Они хотят этот налог, видимо, уменьшить. Да? Ну, да, да. Ну, и выслушаем. И смотрите-ка. Да, убрали налог. Они смогли договориться с нами. А. Последнее нужно, что это такое? Ну-ка. Так, трибунал. Не очень понял, я понял, что это. Но, видимо, это... Ну, да, да, окей. Видимо, их там за что-то осуждают. Все, если говоря, полезные вещи, но так вот на провинции. Ну, давайте дальше идем в лес. А нет, обидеть войну. Ведь нам для этого нужно будет 800 бомбардировщиков. Мы их строим. Причем, ну, активно строим. Можно еще даже сделать вообще вот так. Так, на этого не хватит ресурсов, но мы можем подзакупиться. Это не проблема. Так, пусть надежда и слаба. Куча графомании хотите, читайте на паузе, я уже пойду дальше. Ну, и ее так просто не сломить. Ну, нет, мы уже ее сломили почти что. Блин, вот вопрос. Насколько нам сложно будет с этим справиться? Насколько я помню, очень сложно. Давайте сделаем нашу игрную армию отдельной. И пускай эта элита попробует туда пройти. Ну, и еще какую-то поддержку пускай им оказывают с другой стороны тоже пехота. Не знаю, очень сложная ситуация. Еще с приказами более сложная ситуация, как обычно. Да, ну, что поделать. Давайте тогда сделаем вот так. Пускай они просто стоят на всякий случай. Можно пока что чуть-чуть буквально подождать. Я бы хотел вот до сюда дойти. Еще получить бонус подавления. Возможно, сюда куда-нибудь выйти. Сейчас посмотрим. Так, приятный ужин. Ничего интересного. Нам очень хотелось бы консолидацию до пяти довести. Еще десять хотя бы сопротивлений убрать. Это нам очень упростит все. Я смогу хотя бы здесь вот использовать, не знаю, тайную полицию может. Я сейчас комиссариаты поставил обратно, чтобы у нас подчинение росло. У нас подчинение слишком снижается. Нам, видите, чтобы колонии посоздавать, нужно и подчинение больше, либо равно сорока, и сопротивление меньше двадцати. То есть, все это можно поднажимать только, когда подчинения будет много. То есть, не скоро. Надо цель сопротивления снижать очень сильно. И смотрите-ка. Нет, лес восстал и не дал нам вообще ничего сделать. Все фокусы недоступны. На данный момент пока у нас с лесом проблемы. Так что давайте, да, давайте разбираться с ним. Что нам поделать. Стратегии мы клепаем как можем. Что у нас будет тактическим аббардировщиком вообще? Давайте посмотрим. У нас их пять сотен. Давайте-ка вот сюда вас, сюда вас, вас сюда, но на самом деле вот сюда. Так. Брифинг. Да, там какой-то невероятный ужас. Происходит сейчас. Что-то нужно сделать и очень быстро. Смотрите-ка, есть операция. Дорожь брач. Брух, я бы сказал. Поезд флюсы давайте. И вот этого тоже давайте. Не знаю, что это сделает, но надо нажимать. Ну и опять же, наверное, надо будет еще вот это тоже нажать. Как можно спать на окрающей кровати? Да, так и есть. Четыре сотни нужно стратегов. Четыре сотни. Это очень много на самом деле. И знаете, что я думаю нам стоит сделать в таком случае? Ну, опять же, это видите, это очень дорого. Мы берем самые дешевые большие самолеты. Ну-ка. Средний. Ранний корпус большого. Это же самый плохой, верно? Ранний корпус большого. Да, так и есть. Про качество их ничего вообще не говорится, верно? Сейчас мы будем просто спамить вот такие вот самолеты. Почему? Потому что нам нужно... Нам нужно сделать их как можно больше. Давайте вообще это удалим. Сделаем вот так. Сделаем вот так. Вся наша страна сейчас будет заниматься одним производством бомбардировщиков стратегических. Отлично. Нужно такой резиной подкупить, но это несложно сделать. Поехали. Так, проект Королевский колокол. Это как раз-таки вроде ядерка, да? Так, нам давайте-ка попробуем мы... Что-нибудь сделать. Ага. У нас ничего не получается, верно? Ну, да, так себе. Авиация работает. Ну, нормально, кстати, работает. Но государство какое-то безумное бафы дает. Логично. И минусы все убираются. Ну, мы потерпим. Так вот. По замку двух сестер, либо... Да давайте по замку. И, ну, надо пытаться... Идти дальше. Как-то. Каким-то образом. Нужно совместными вот этими ударами пробиваться. Здесь видите, в чем проблема. Там просто статы безумные. А у нас рга регенится недолго. О, ядерный удар готов. И вот она. Гонка вооружений. Поехали. Так, засеивание леса. Ну-ка. Сотверждайте большую ошибку. Собликнуть объект Омега. Ага. Ага. Да. Давайте. Лучший штамп. Поехали. Я решил, что... Давайте-ка мы применим наши танки. Скорее всего, это плохая идея, но мы хотя бы попробуем. Так, а вот это вот парень, который повоевал в лесу, да? Ты, взрослый, ты сказал, что мне придется сражаться с лошадным лесом. Это правда. Держали. Окей. Чуть-чуть смогли мы, да? Ни один аспект нашей стратегии не был скромпекс... Компрометирован, да. Ну вот нам нужно еще... Вот это вот сделать. 400 стратегов и 800 тактических. Нужно делать изо всех сил все. Что я еще могу сказать. Осталось вот это прекрасное чудо сделать. Я думаю, у нас все шансы успеть за месяц. Итак, наш план... Фолг... Грун... Грун, не знаю, как это правильно считается. Сработан. Остался фолрот. Итак, мы сдаем панивиль. Судя по всему, да, так и есть. Но я откатился чуть пораньше. Начал производство чуть пораньше. В итоге мы смогли все-таки справиться и достроить. К сожалению, пришлось мне откатиться, потому что не хочется себя блочить тем, что там лимит только два месяца. А я... Я ожидал, что там будет больше. Так что берем у себя фолрот. Так-то нам говорят, что... Мы можем потерять прибыль или нет. Мы должны остановиться с любыми средствами. И... Да, не было ничего скомпрометировано. В краине рая? Ну-ка. Последняя битва за лес. Можно спать на горячих кроватях. Хороший вопрос. Ну-ка. Четыре часа утра. Каждый час. Несколько дней. Очередной окрыл бомбардировщиков. Каждый раз. Да, да. Мы, кстати говоря, танками пробиваемся. Я так понимаю, потому что мы все что-то ослабили, что ли. Может быть. Тем, что мы сделали это. Мы не можем сделать этот фокус, но мы можем сделать вот эти фокуса. Да. Давайте поэтому делаем контр-лод, потому что контр-лод нужен для вот этой кнопки. Поехали пока что в контр-лод. И, судя по всему, да, мы теперь можем пробиться здесь. Давайте так и делать. Только вот так. Наши танки должны доехать. Что, если не наши танкисты смогут покорить замок двух сестер? Верно. С поддержкой ягеров. С последних сил. Нельзя отступать. Битва за замок двух сестер. Акскризалю не остановить. Последний крупный оплот повстанцев лесу. Сдайтесь вы уже на конец. Я так полагаю, знаете, что надо сделать? Нужно сделать просто... Типа вот так, чтобы каждая провинция, которая становилась не моей, автоматически становилась моей. После этого. Сдайтесь уже на конец. Пробиваемся между очень жесткими потерями. Здесь еще и драконы. Господи. Но мы должны бороться. И мы победим. И мы точно победим. Только... Что еще здесь? Болото. Давайте, давайте болото захватим хорошо. Танки и танки пробиваются. У них нету пробития в нашей танке. Поэтому у танков есть хотя бы шансы. Ну, метр за метром мы пробиваемся. Я надеюсь, что эта война уже скоро закончится. Потому что это... Абсолютный ужас. А они еще смогли вечно зеленый лес, точно дикий, точнее лес, отбить. Здесь вообще непонятно, что чье. Но мы вернемся. Если я подозреваю, эта территория. Так что норм. И, наверное, я вот эти войска сейчас тоже сможем уже добить. Наконец-то. И вроде вот уже практически все. Сюда еще войска подогнал. Но это чисто, чтобы... Закрасить вот эти вот все территории. Чтобы они, когда восстанавливались, сразу тоже красились. Хочется только вот здесь вот тоже самое сделать. Но это проще сказать, чем сделать, на самом деле. И ура! Сопротивление эти коры капиталирует. Это пока дело остальные вещи. Все наши победы оставляют с собой лишь смерть. Отлично. Но, конечно, это был ужас. Исучать магию. Ну, нет, ребята. Это все не вариант. Нам нужно было однозначно этот лес уничтожить. То есть, мы пока продолжаем идти вот сюда. Уже совсем чуть-чуть осталось до последнего фокуса в этой линейке. И вот у нас он новый ивентик этот. И выбор сложный, на самом деле. Потому что верхний нам тоже пригодится. У нас здесь, видите, какой ужас происходит везде. Благо, у нас мэн пауэр растет. У нас было в 40 где-то, на начало уже 43 обычного. И потихоньку это будет расти выше и выше. И, я так понимаю, благодаря новой вот этой вот... Потому что мы сначала сделали здесь вот это вот. Мы получили вот эту кнопку, наверное. Эта кнопка тоже очень сильная, на самом деле. Да, здесь больше карнизонов, но все очень сильно подавится. Но вот это вот тоже. Тоже круто, потому что это останется на всю игру. В принципе. Так что давайте это и возьмем. Идем уже в оперативниках под прикрытием. А выросло все так очень сильно по одной простой причине. Потому что мы находились в войне. Война повышает намного сил партизанов как раз-таки. Там просто цель сопротивления, по-моему, еще больше становится. Хотя она и так у нас гигантская. Давайте сразу сюда шпионов под закинем. Чтобы они справлялись с этим сопротивлением побыстрее. Смотрите, мы это сделали. Получили бонус подавления. И теперь у нас красный день. Ну-ка. Что же случилось? Комендантский час. И теперь пора идти в Триумфурию. Я думаю, давайте вот это еще сделаем. Последнее, это тоже типа из этой ветки, из похожей. И потом уже пойдем в Триумфурию. Смотрите-ка, и... И потихоньку пони... Видите, она становится все больше. Они понимают, что наш шпионов очень много. И начинают подозревать друг друга, я так понимаю. О, смотрите, оказывается... Вот, пони, типа... Хотела бы говорить, что нет, может соседи наши не шпионы. А она сама была шпионом. Ничего себе. Это я считаю, прекрасная работа от нашей шпионской сети. Думаю, что мы на этом закончим нашу серию. Мы уже очень далеко прошли в восстановлении порядка. Но все еще не нажали ни одной кнопки. Господи, надеюсь, скоро я нажму эти кнопки. Потому что сопротивление меня убивает. Оно реально меня убивает. Вот. К сверсти стала местная полиция. Хотя... Я не ставил местную полицию. Давайте поставим тайную полицию. Вот. С вами, ребята, был Дубгайм. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.